Грузовик снес остановку с людьми. Жуткая ДТП на проспекте Победы. Огромная машина пробила несколько пролетов ограждения и подмяла под себя девушку, которая ждала трамвай. Подробности в репортаже нашего корреспондента. На этой съемке с камеры наблюдения, которую уже отсмотрели инспекторы ГАИ, видно, как грузовик просто съезжает с дороги в остановку Теплично, от которой только что отъехал трамвай. Трудно представить, если бы машина врезалась в вагон с людьми. А это уже жуткие последствия аварии. Больший груз снес несколько пролетов ограждения и пролетел через остановку, где люди ждали транспорт. Вылетел на трамвайные рельсы. На рельсах кровь. Под колесами грузовика оказалась 28-летняя девушка. Машина подмяла ее под себя. Вытаскивать пострадавшую помогали очевидцы. И женщину он цепанул, он эти свои бамперы, и потащил. Под колесо ее, можно сказать, оттащить. И давил колесом, поднимали, доставали женщину. На место приехали несколько машин скорой помощи. Движение трамвая встало. В тяжелом состоянии девушку доставили в реанимацию. Инспекторы ГАИ выясняют подробности. Допрашивают 30-летнего шофера грузовика, опрашивают свидетелей. Выяснилось, что пострадал и ВАЗ 7-й модели, который проезжал мимо. В него прилетели части конструкции от остановки. Тем временем, очевидцы говорят, машина была груженой песком, и водитель якобы ехал на высокой скорости. Поэтому неудивительно, что мог не справиться с управлением и улетел с дороги. А в Металлургическом районе трамвай сбил 57-летнего мужчину. Он переходил рельсы в неположенном месте и попал под вагон. От удара пешехода отбросило на проезжую часть прямо на машины. После чего пешеход упал на проезжую часть и на него совершил наезд автомобиль в Сан-Йонг. Под управлением водителя 94-го года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход 62-го года рождения, который был госпитализирован в медицинское учреждение. А это ДТП с участием такси. Авария произошла на пересечении улиц Университетская набережная и Академика Макеева. Легковушка улетела с дороги. Информации о пострадавших нет. Но судя по кадрам, на место аварии вызвали бригаду медиков.